Кубинские барабанщики в считанные секунды разогнали тучи, хотя капризы погоды в этот день настроение никому не испортили. Гости веселились от души на открытии летнего туристического сезона. И сегодня мы в составе областной команды представляем Одинцовский городской округ, представляем наших мастериц с мастер-классами, прекрасную фотозону. Фотозону по достоинству оценили участники фестиваля. С удовольствием позировали в окружении живых цветов. Кстати, все они выращены на территории Одинцовского округа. Мы очень хорошо подготовились. Много вырастили цветов в этом году, много вырастили овощной рассады. Вообще любим этим заниматься и работаем практически в круглосуточном режиме. Любовь Погончикова «Цветочная фея», как ее часто называют друзья, рассказывала гостям фестиваля об особенностях выращивания тех или иных растений. Каждый цветок предназначен для каждой зоны тоже. Теневая, солнечная. Теневая? Теневая, но есть бегонии, лобелии. А какие это? Вот лобелии. Бегоний здесь нету, герань можно посадить. На солнечную любят петуния, солнце. Вице-губернатор Московской области Ирина Коклюгина взяла советы садовода на заметку и отправилась дальше. Фермеры и предприниматели региона представили свою лучшую продукцию. Мед из Волоколамска, мороженое, солнечногорское украшение, сергиево-посадо, творожные лебеди из Одинцова, деликатесы и натуральные продукты для самых изысканных гурманов. Здесь собрались порядка десяти муниципалитетов разных округов нашего Подмосковья. Здесь представлены бизнес, фермеры, а также представители народных промыслов. Одинцовский округ был представлен сразу на нескольких площадках. Мастер-классы, продуктовая ярмарка и цветочная фотозона. Особый фурор у зрителей вызвало выступление кубинских барабанщиков. А вечером для жителей гостей Одинцовского округа состоялось шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты». Спектакль подготовила олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы в танцах на льду, заслуженный мастер спорта Татьяна Навка. И двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев при поддержке Министерства культуры Московской области. Экспериментальный проект. Это единственное шоу на роликовых коньках в России. Насколько я знаю, что я других не знаю. Это единственное. Я думаю, что, наверное, как-то дальше это будет развиваться. Шоу «Бременские музыканты» стало своего рода продолжением ледовых шоу, которые больше месяца проходили на катках, в парках и центральных площадях городов региона минувшей зимой. В мае шоу пройдет на открытых площадках 22 городских округов Подмосковья.